Вы смотрите аналитическую программу постскриптум студии Алексей Пушков. А теперь по страницам нашей истории. 55 лет тому назад, в октябре 1964 года, произошло событие, которое существенно повлияло на ход советской истории. На Октябрьском пленуме ЦК КПСС было принято решение о снятии с должности первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Этому событию предшествовал широкий заговор в верхушке советского руководства. Вину Хрущеву ставили многое. И чрезмерное увлечение экспериментами в сельском хозяйстве, и единоличное принятие решений, что было названо загадочным, но безусловно ругательным словом волюнтаризм, и то, что он поставил страну на грани ядерной войны в ходе Карибского кризиса. Кстати, в ряде аргументов против политики Хрущева был свой резон. В частности, в 1954 году Хрущев действительно практически единоличным решением в обход Верховного Совета, то есть, по сути, незаконно передал Крым Украине. Интересно, что в 1953 году сам Хрущев в результате схожего заговора сумел снять и арестовать Лаврентия Берию. Однако 11 лет спустя пропустил такой же удар. Очередная ирония истории. Впрочем, времена изменились. Хрущев был вынужден жить на даче под домашним арестом, но его жизнь не была под угрозой. Однако от власти его отстранили раз и навсегда. Рассказывает Артем Широков. 19 октября 1964 года. Встреча экипажа первого в мире трехместного космического корабля «Восход-1». Об удачном завершении полета космонавты должны были рапортовать лидеру СССР Никите Хрущеву. Однако торжественную церемонию специально задержали на несколько дней. Встречал экипаж уже новый глава государства Леонид Брежнев. Счастлив доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Это была кульминация заговора с отстранением Хрущева от власти. Но как же так вышло, что человек, который после смерти Сталина сумел переиграть всех, включая некогда зловещего шефа МГБ Берию, фактически сдался без боя? Было бы ошибкой полагать, что Хрущев был эдаким просточком и случайно возглавлял Советский Союз на протяжении 10 лет. Конечно, когда он переиграл в 1953 году и Берию, и того же самого Маленкова, и потом антипартийную группу в 1957 году, конечно, он провел свои качества изощренного аппаратчика в максимальной степени. А здесь, в 1964 году, видимо, он расслабился. Видимо, он считал, что уже нет никакой опасности, потому что нет крупных фигур рядом. Говорят, сам Хрущев всерьез рассматривал уход на покой в отдаленной перспективе. При этом наиболее вероятным своим преемником он считал отнюдь не Брежнева, а первого зампреда Совета Министров Флора Козлова. Однако того внезапно подкосило здоровье. Сначала у Козлова случился инсульт, а затем инфаркт, после чего восстановиться он так и не смог. Именно в этот момент позиции Брежнева усилились. Брежнев был фигурой компромиссной. Дело в том, что он по неволе стал вторым секретарем. Когда Козлов заболел, а Козлов был вторым секретарем ЦК, это была в хрущевском окружении ключевая должность. То есть это был реально второй человек в партии в государстве. Когда он умер, его похоронили в Кремлевской стене. Это показатель того, какого влияния этот человек был. После этого Хрущеву опереться было уже не на кого. Впрочем, заговор зрел не на пустом месте. Весь период правления Хрущева был весьма противоречивым. Он вместил в себя и Карибский кризис, и передачу Крыма, и откровенные провалы в экономике СССР. Грозя кулаком Америки и барабаня по трибуне ООН, Хрущев одновременно внедрял американский опыт, заставляя повсеместно засаживать поля кукурузой. Оценив исключительные качества кукурузы, Никита Сергеевич стал ее горячим пропагандистом. Прости, цвети королева полей. Поначалу эпатаж Хрущева народу нравился. Однако скоро неудачные реформы в аграрном секторе стали слишком очевидны всем. В последние годы хрущевского правления Советский Союз даже зерно был вынужден закупать за границей. От постоянных экспериментов население страны откровенно устало. Схожие настроения царили и во властном аппарате. Хрущев все чаще принимал решения самостоятельно, ни с кем не советуясь, чем вызывал раздражение коллег по партии. Он продолжал себя считать, в общем-то, по полномочиям человеком масштаба Сталина. Неограниченным, не считаясь ни с чьим мнением, не имея широкой социальной опоры и так далее. Но при этом те инструменты, которые имел Сталин, он собственной же рукой разрушил. Это, конечно же, контроль над силовыми структурами. А Хрущев сам себе подложил мину замедленного действия. Развенчав культ личности Сталина на 20-м съезде КПСС, он вскоре отдал контроль над силовым блоком в руки других. Именно там в итоге и зародился заговор против него. Без участия КГБ, то есть семичастного, а значит и Шелепина, потому что семичастный был сменщиком Шелепина на посту, председатель КГБ и личным другом, этот заговор бы не удался. Во вторую антихрущевскую группу входили недавно переведенные в секретариат ЦК Брежнев и Подгорный, а также первый зампред Совмина Косыгин. Самое удивительное, что о заговоре Хрущеву стали сообщать еще весной 1964-го, но он не придавал этим слухам значения. Более того, в начале октября 1964-го, улетая отдыхать в Питсунду, Хрущев публично пошутил над своими коллегами по президиуму ЦК. Дескать, разберется с любым заговором по возвращении. Так, с шуткой, с юмором спросил вас, что неужели вы на это решитесь? Ну и они, конечно, со смехом это все дело опровергли. Но то, что Хрущев раскрыл карты, то, что он показал им, что знает о каких-то разговорах, говорило скорее о том, что он не придавал им действительно серьезного значения. Хрущева подвела излишняя самоуверенность. Он был спокоен даже когда вернулся в Москву, и у трапа самолета его встречал только председатель КГБ Семичастный, а не все члены Политбюро. Кстати, в 90-е годы в своих интервью Семичастный утверждал, что Брежнев якобы готов был идти до конца, вплоть до физического устранения Хрущева. Но так ли это? И была ли в этом необходимость? Семичастный рассказывал байке под конец своей жизни о том, что ему Брежнев предлагал там какую-то авиакатастрофу совершить, или еще автокатастрофу, или ядик использовать. Ну слушайте, ну это детский лепет на лужайке. Отставка Хрущева произошла вполне легально, не нарушая ни тогдашние конституционные нормы, ни партийно-уставные нормы. И это, судя по всему, было очень важным для заговорщиков. Им нужна была в первую очередь легитимность, чтобы смена власти не выглядела переворотом. Это был первый случай в истории СССР, когда действующий глава государства ушел на пенсию. Физически устранять Хрущева в этот момент не было никакого смысла. Сопротивляться он уже не мог. И он расплакался, вот буквально расплакался, вытирая слезы, он сказал, вот вы тут меня смешали с дерьмом, а между тем, вот та свобода, с которой вы сейчас меня отстраняете от власти, с которой вы мне в лицо все это, это я вам дал, посмели бы вы при усатом такое устроить. А что он мог противопоставить? Да, вот Наполеон мог себе позволить выйти, высадиться с острова, просто ступить на Франц, просто ступить. И по мере его поступья к Парижу, с ним поднималась вся Франция. Да, Хрущев, безусловно, Наполеоном не был. И в конце его правления идти за ним был никто не готов. Своими инновациями Хрущев умудрился настроить против себя не только советское население, но и весь властный аппарат, который после сталинских времен хотел не столько бурных реформ, сколько стабильности. Кстати, Брежнев, придя к власти, это очень тонко почувствовал. И на долгие 18 лет обеспечил партийному и государственному аппарату нужные гарантии. Это и стало главной причиной Брежневского застоя. А то, что Хрущев 55 лет назад был смещён бескровно и доживал свой век тихим пенсионерам, в этой связи жест весьма символичный. Артём Широков, Евгений Фёдоров, аналитическая программа «Постскриптум».